Привет, друзья! С вами Камила. А вы любите принимать ванну? Я обожаю! Такие водные процедуры успокаивают и расслабляют организм после трудного дня. Вода имеет магическое свойство снимать нервное напряжение и усталость. В дополнение в наполненную ванну можно кинуть пару шариков, бомбочек, которые при соприкосновении с водой шипят и высвобождают в воду полезные масла и аромат. Бурлят такие шипучки благодаря химической реакции, в которую вступают два основных компонента – сода и лимонная кислота. Вместе они мирно сосуществуют и спокойно себя ведут, но при соприкосновении с водой происходит бурление с выделением углекислого газа. Такие бомбочки можно сделать в домашних условиях и сейчас я вам покажу как. Все компоненты легко доступны и продаются в ближайших магазинах и аптеках. Базовый универсальный рецепт таков. Одна часть лимонной кислоты, две части пищевой соды. Также вы можете добавлять различные добавки, такие как морская соль, сухое молоко, косметическая глина, сухоцветы и так далее. Базовые и эфирные масла. На основе этой формулы я составила свой рецепт. Обращаю ваше внимание, что эфирное масло, входящее в состав, имеет свои противопоказания, поэтому тщательно изучите рекомендации к нему. Одно из самых главных правил в приготовлении бомбочек – все сухие компоненты должны быть очень мелкого помола. И в этом вам поможет кофемолка или ступка. Я заранее приготовила все сухие компоненты, размолола соль, лимонную кислоту и разбила комочки в соде. Теперь в одной емкости я смешаю соль и лимонную кислоту, а в другой соду базовое масло и эфирное масло. Тщательно перетру их руками и смешаю друг с другом. Работать надо обязательно в перчатках. При перетирании масса станет похожа на липкий песок. Вот тогда-то ее можно утрамбовывать в формочке. Итак, второе правило в приготовлении бомбочек – массу нужно очень хорошо утрамбовывать формочки. Для этого я буду использовать вот такие два сердечка, которые между собой складываясь, образуется 3D-сердце. Такие формы продаются в специализированных магазинах, но вы можете использовать подручные материалы, например, такую соусницу. Для украшения бомбочки я буду использовать сухие лепестки василька. Очень сильно массу нужно утрамбовывать в форму. Для того, чтобы соединить две такие бомбочки, нужно очень тщательно и сильно сжать между собой две формочки. Делайте вначале все очень аккуратно, потому что вначале бомбочки еще очень хрупкие. После приготовления в дело вступает третье главное правило. Бомбочки нужно поместить в сухое помещение или возле обогревателя. Иначе, если воздух будет влажный, то компоненты, входящие в состав, раньше времени вступят в реакцию и бомбочка просто превратится в расплющенный блинчик. Прошло 3 часа и моя бомбочка стала твердая, как камень. Теперь ее можно завернуть в пищевую пленку и хранить в сухом месте. Ну или сразу принимать с ней расслабляющую ванну. В качестве украшения шипучек есть масса вариантов. Это могут быть сухие травы и лепестки цветов, бисер для ванны, зерна кофе и многое другое. В качестве красителей можно использовать пищевые красители, перламутры, окрашенную соль, порошок какао. А на что способна ваша фантазия? Бомбочки для ванны это одно из самых простых средств, которые можно сделать своими руками. Следите за новыми выпусками Камила Сикретс и вы узнаете многое о хендмейд косметике. С вами была Камила. До новых встреч. Пока!